Привет! Сегодня готовлю морковь по-корейски. Острый пряный салат, который многие хозяйки используют и как самостоятельную закуску, и как инди-клиент других блюдов. Подать ее можно праздничному столу и повседневной жизни. Эту закуску легко найти в любом магазине, а можно приготовиться настоятельно дома. Для приготовления нам понадобятся следующие инди-клиенты. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Для приготовления необходимо использовать сочную и сладкую морковь. Свежесть и сочность салата напрямую зависят от моркови. Итак, натираем на специальной терке морковь. Морковь прикладываем к терке по всей длине и трем. Чем длиннее будут полоски, тем интереснее. Поэтому саму морковь для этого случая берем по длине. Морковь готова. Теперь насыпаем соль и сахар. Хорошенько перемешаем. Не нужно мять морковь, ее нужно только осторожно перемешать. Оставим морковь до образования сока в минут на 10. Тем временем нарежем лук. Как вам нравится, при лукольцами или кубиками разницы нет. Ставим на огонь сковороду, наливаем растительное масло. Масло жалеть не нужно, потому что чем больше масла, тем морковь будет вкуснее. Теперь опускаем лук и пассируем его. Он должен стать мягким, но не пережарим. Пока масло все горячее, выкупираем немножко в сторонку и сыпем красный молотый перец. С перцем нужно быть осторожным. Протестируйте его сначала на остроту. Обжарившись на масле, красный перец придаст моркови обалденный аромат. Займемся морковью. Обратите внимание, за время, которое морковь постояла, в ней появится сок. Его нужно слить. Насыпаем 1 чайную ложку молотого кориандра, измельчаем чеснок, я использую мелочи для чеснока, и выкладываем в морковь. Теперь берем горячую массу с луком и перцем и выливаем на чеснок. Все хорошо перемешиваем, чтобы приправы хорошо разошлись. Добавляем 70% уксус, 1 столовую ложку, черный перец по вкусу. Для придания аромата можно добавить сушеную или свежую зелень пензи и все перемешать. Даем постоять минут 15 и нужно кушать. Приготовленный салат хранится в холодильнике до 2 недель, хорошо закрытой емкости. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, у нас вы найдете много вкусных рецептов и полезных советов для дома. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.